Всем привет, ребята, меня зовут Богатя ищи Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Друзья, сегодня будет тема, которая касается больше фундаментальной природы биткоина. На самом деле, то, что происходит, с одной стороны, меня радует, ведь это приводит к росту биткоина, и в перспективе он может вырасти до 400-500 тысяч долларов. Но не спешите писать скептические комментарии. Для начала, досмотрите это видео до конца, и вы всё поймёте, вам никто другой об этом не расскажет. Но с другой стороны, то, о чём пойдёт речь, приводит к тому, что над биткоином захватывают контроль. Причём очень грамотно и поступательно. Все эти просадки для того и использовались. Однако, прежде чем мы начнём, я хочу сказать вам, что я, наконец-то, закончил работу над своей книгой. Я не ожидал, что этот труд будет таким обширным, который заденет не только тему инвестиций, не только то, как и что надо сейчас покупать и когда продавать, Но даже вопрос ведения бизнеса, особенно в онлайне, что с переходом человека в цифровую экономику, очень актуально. А у меня, как вы знаете, есть свой собственный бизнес в интернете. Это exchange sumo.com, где вы можете обменивать валюту и криптовалюту. Так что и опыт у меня тоже есть. И им я тоже поделился в своей книге. Книга занимает около 500 страниц. И знали бы вы, какой это был труд. Кроме того, я вложился в неё и финансово. Это 20 тысяч долларов. Но зато любой, кто её прочитает, будет готов к следующему десятилетию и сможет преуспеть финансово больше, чем кто-либо другой. Ведь большинство людей будут покупать именно то, что будет падать. А мы нашли активы, которые могут стать вторым биткоином в период с 2020 по 2030 годы. И именно к этому периоду и готовит эта книга. С сегодняшнего дня и до следующего воскресенья, включительно, я открываю последнюю предпродажу со скидкой в 50% для всех, кто захочет, во-первых, подковаться самому и, во-вторых, поддержать меня как автора. Но вы получите куда больше выгоды, прочитав эту книгу, уж поверьте мне. И не только касаемо инвестиций. Хоть на них и ставился больший упор с конкретикой, что покупать, как и когда. Ссылка на книгу будет в описании под видео, и там же вы найдете ссылку на мой телеграм. Если есть какие-то вопросы, вы можете написать мне напрямую. А мы продолжаем. Биткоин столкнулся с большой проблемой. Кризисом ликвидности, который к тому же еще и усугубляется с каждым днем. На это влияет множество факторов, но все это является следствием халвинга. Да-да, халвинг был уже полгода назад, но только сейчас его влияние начинает ощущаться особо остро. Что означает кризис ликвидности биткоина? Это означает, что в реальности не существует достаточного количества добываемых биткоинов для удовлетворения спроса. Именно поэтому цена биткоина и растет. Посмотрите на эти графики. Серый – это цена биткоина. Оранжевый – это его баланс на биржах. Об этом я уже говорил не раз, но в этом видео я хочу поговорить об этом более детально. О причинах и о том, к чему это ведет. Посмотрите, ликвидность падает, а цена растет. Именно в этом кроется большая фундаментальная разница между активами, которые на первый взгляд похожи – золотом и биткоином. Когда-то я вам показывал интервью директора MicroStrategy, в котором он говорил о том, что если нужно, золото можно добыть еще больше. То есть, если спрос на золото растет, то производство может потратить больше ресурсов, чтобы добыть необходимое количество драгметалла. Они достаточно изобретательны, чтобы добывать еще больше золота. Дело может дойти даже до плавления бижутерии. С другой стороны, если биткоин вырастет в 10 раз, ни одна инвестиция в майнинг биткоина не заставит его добыть больше 21 миллиона биткоинов. Он экстремально дефицитен. История товаров, коим является и золото, показывает, что если цена растет, человеческая изобретательность находит способы добывать их еще больше. Так что абсолютно все, что может быть произведено людьми, так или иначе будет произведено. В случае с биткоином такого не может быть. Причем есть сразу две причины. Первая – это то, что количество биткоинов, которые когда-либо будут существовать, фактически зафиксированы его кодом. И вторая кроется в добыче биткоина. Многие скажут, но ведь остались еще биткоины, которые можно добывать. Но здесь тоже нужно понимать, как устроен биткоин, как он работает. Начнем с того, что не мы одни задаем себе такие вопросы. Если мы посмотрим на график хешрейта сети биткоина, то увидим, что он неуклонно растет. Несмотря на краткосрочные временные просадки, долгосрочный тренд остается растущим. Это означает, что все больше людей пытаются добыть биткоины, причем добыть еще больше биткоинов. И вот он, казалось бы, священный грааль, аналогия с золотом. Растет спрос, растет производство и добыча, и все счастливы. Но нет. В биткоине есть такое понятие, как сложность добычи. Причем этот параметр сети тоже запрограммирован на самокорректировку. Чем больше людей пытаются майнить биткоины, тем сложнее это делать. Нельзя захотеть и добыть больше биткоинов, чем положено. Понимаете разницу? В случае с золотом это сделать можно. Но вещи становятся еще интереснее, когда мы понимаем, что раз в 4 года то, что нам дозволено добывать, еще и сокращают вдвое. Это называется халвингом биткоина. Например, после второго халвинга майнеры добывали 12,5 биткоинов за блок. После третьего халвинга, то есть сегодня, это уже 6,25 биткоина. После следующего халвинга это будет всего 3,125 биткоина. Каждый такой халвинг в итоге приводит к тому, что называется шок сэплай. Иными словами, кризис предложения. Когда предложение не может удовлетворить спрос. При росте спроса этот кризис еще больше усугубляется, что приводит к подорожанию биткоина. Это видно на этом графике. Кстати говоря, ребята, если у вас кто-то будет спрашивать, в чем ценность биткоина, почему его цена так растет, обязательно скиньте им это видео, ведь я только что это объяснил. Очень важный вопрос. Сколько же биткоинов майнится каждый день? На данный момент в сети биткоина майнеры находят около 158 блоков за сутки. За один блок они получают 6,25 биткоина. Умножим эти две цифры и узнаем, что за сутки добывают 987,5 биткоинов. Это очень важная цифра, давайте ее запомним. Итак, мы говорим о глубоком кризисе ликвидности биткоина, который к тому же еще и усугубляется. Причина какая? Предложение не удовлетворяет спрос. А кто же создает этот спрос? Кто покупает? Об этом мы тоже не раз говорили, упоминая и публичные компании, и биткоин-трасты. Я уже показывал вам этот сайт, на котором можно следить за состоянием инвестиций публичных компаний в биткоин. Кстати, посмотрите, абсолютно все они в большом плюсе. Особенно микростратеджи. Как вы помните, они инвестировали в биткоин 425 миллионов долларов. Теперь это почти 700 миллионов долларов. Square тоже инвестировала 50 миллионов, теперь это 85 миллионов. Ребята делают большие прибыли и профиты, выбирая биткоин в качестве средства сбережения, хеджирования рисков от инфляции доллара и других фиатных валют. Что, как по мне, является хорошей биткоин-рекламой для других публичных компаний, которые еще до сих пор думают и сомневаются. Так кто же собирает эти биткоины? Кто забирает эти 987,5 биткоинов, которые добывают майнеры? Да еще и так активно, что создается кризис предложения. Pantera Capital в своем отчете подытоживает. Нехватка биткоинов – это реальность. И причина этому – PayPal. По мнению Pantera Capital, сокращение предложения биткоина может оказать драматическое влияние на его цену. Помните, я говорил о том, что PayPal запустил криптосервис, предоставив возможность как минимум гражданам США покупать и продавать криптовалюту, используя аккаунт PayPal. Этот новый криптосервис уже оказывает огромное влияние на кризис предложения биткоина, утверждает Pantera Capital. Дело в том, что уже сейчас PayPal откупает примерно 70% всех новодобытых биткоинов. Посмотрите на этот график. До ноября объемы покупок биткоинов PayPal были не слишком впечатляющими, но после запуска криптосервиса от PayPal мы наблюдаем значительный всплеск объемов. Когда PayPal заработал в направлении цифровых валют, объемы начали расти. Это означает, что в течение четырех недель после запуска PayPal уже покупает почти 70% предложения биткоина. А теперь вспомните компанию Square. У них есть приложение Cash App, которое тоже используется для покупки биткоинов. Я уже говорил вам когда-то, что динамика роста покупок через это приложение показывает просто рекордный рост. Особенно в третьем квартале этого года. Согласно информации хедж-фонда Pantera Capital, которую он опубликовал в ежемесячном отчете, Cash App и PayPal вместе скупают более 100% всех недавно выпущенных биткоинов. Еще раз, Cash App и PayPal вместе скупают более 100% всех недавно выпущенных биткоинов. Вы скажете, в смысле, а как можно покупать больше 100%? Очень просто. Они покупают больше, чем майнеры добывают. Тем самым и провоцируют возникновение кризиса предложения биткоина. Добавим сюда еще и биткоин-трасты и фонды. Кевин Рук вчера опубликовал пост. Три биткоин-фонда купили 24 337 биткоинов на этой неделе. Биткоинов всего 21 миллион. И они быстро заканчиваются. Цена биткоина в последние месяцы взрывается как раз поэтому. И как раз поэтому в будущем это будет продолжаться. А после четвертого халвинга тем более. Что это значит для вас, как для биткоин-холдера? Можно сделать много выводов, но я делаю всего лишь один. Если эти финансовые гиганты выкупают в такое количество биткоинов на отметках 10, 15, 18 тысяч долларов, значит они точно знают, что в долгосрочной перспективе биткоин больше никогда не вернется к этим отметкам. Через три года 10, 15, 18 тысяч долларов будут где-то там, внизу. Именно поэтому, как считает генеральный директор ARK Investment Кэти Вуд, биткоин достигнет 500 тысяч долларов. Кэти Вуд заострила внимание на том, что биткоин добавил 160% к стоимости с начала года. И это только начало. Кстати, ребята, интересно то, что рост цены биткоина в этом году привел к тому, что его капитализация обошла капитализацию MasterCard. Решение ФРС сохранить низкие ставки также делает биткоин привлекательной альтернативой и страховкой от инфляции для инвесторов. Увеличение числа институциональных инвесторов, по мнению Вуд, тоже будет фактором роста цены. Кэти Вуд сказала, что ситуация с биткоином сейчас напоминает и недвижимость и развивающиеся рынки в свое время. Когда отчисление институционалов в эти сферы равнялось всего лишь 0,5% от всего их инвест-капитала, а затем выросли до 5%. Если они начнут делать то же самое с биткоином, это поднимет цену главной криптовалюты до 400-500 тысяч долларов, по словам Кэти Вуд. Пол миллиона долларов за биткоин? Хм, трудно в это поверить на самом деле, да и представить тоже. Вообще мне интересно, что должно случиться с долларом, чтобы биткоин столько стоил? Да и будет ли доллар, когда биткоин будет столько стоить? Это вопрос. Но вопрос уже для другого видео. А на этом все, меня зовут Богатейший Ди, как обычно, если видео было интересным, поставьте лайк, мне будет очень приятно, каналу это помогает расти. Сегодня уже 80 тысяч подписчиков, и я готов праздновать. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok